Приветики, пистолетики, моя сила, мои девчонки, господи, что бы я без вас делала? Мне написали столько слов поддержки за эту ночь, за вечер, вчерашний, за ночь. Я так рада, что у меня есть, честно-честно, потому что только хорошие, слова поддержки от вас поступали. Это очень приятно, и это на самом деле, правда, помогает, честно, держаться, быть оптимисткой. Я раньше, когда не вела свой канал, тоже смотрела много кого, и, знаете, очень редко писала комментарии. Плохие вообще никогда, естественно, пишу. Если мне не нравится, то это мне не нравится. Вот, но если что-то могла подсказать, когда просили совет, я не писала. Я думала, господи, без меня и так много девочек, которые могут написать. Вот, но когда я стала вести свой канал, я поняла, насколько приятно получать ответ на вопрос, отклики, подсказки, если я что-то прошу мне писать. Или просто слова поддержки, или просто пожелание удачи, хорошего дня. Либо же просто сердечко в комментариях. Каждый, каждый комментарий важен для меня и приятен очень. И я сама стала писать комментарии тем девочкам, которые смотрю. Ну, если, естественно, есть что написать, не то, чтобы я всем подряд шарашу, нет. Когда вот чувствуется, что я могу что-то подсказать, посоветовать. Не то, чтобы писать, высказать свое какое-то мнение. Либо просто поддержать человека, то я это делаю. Вот, такие вот дела. Так что вы делаете мой день, мое настроение. Правда, честно, честно. Вот, все образуется, правда, все будет хорошо. С полетом, перелетом, слава богу, все решено. С феропластом все будет решено. Действительно, сейчас, ну, вот какая-то беда. Я, я уже не помню, вам говорила или рассказывала, не вам в камеру, что я, когда приехала, там мужичок стоял с таким же феропластом, но ему на месте починили. И они даже, там два мастера мужчины, они хохотали и снимали видосик, что слет феропластов. А я приехала с феропластом, у них два стояли, ждали запчасть. И один стоял готовый, черный, по-моему, готовый стоял. Остальные все белые. И все одинаковые, все десятки. Ну, это просто юморно, реально. Ну, что вот слет феропластом, поголовно все они вот летят. Не знаю почему. Может быть, правда, действительно, сейчас так делают хуже, чем раньше. Но, к сожалению, это уже случилось, этого не избежать, назад не откатить, поэтому работаем с тем, что есть, решаем проблему, живем дальше. Вот. Еду на работу, конечно же. Утеплилось немножко. У нас опять похолодало, у нас 9 градусов с утра было. Но время просто 7 часов. Я по субботам с 9 работаю. И вот с сентября буду переходить на график суббота с 10. Дача заканчивается. Сегодня за мной приедет муж, дочь. Младшая у меня, кстати, уехала на выходные к бабушке, к свекрови в Варабинск. Вот, с братом мы уже на выходные поехали ее с собой взять. Вот, привезут мне гробик мой, пока феропласт ремонте. Кстати, они мне сказали, что если бы у вас вот в эксплуатацию был, мы бы вам могли на замену дать сухожар. Прикиньте. Я говорю, да ладно, что, у меня гроб есть, достану. Вот. Так что, пока я жду, буду сухожарить в старом добром. А что сделать? Все, увидимся в городе. Я уже возле работы. Вышла из метро. Слушайте, пересадку, когда я в метро, в метро еду и пересаживаюсь с одной ветки на другую. Вот, и там. В общем, если я отороплюсь, то я бегу. Потому что я примерно знаю, что я когда выхожу, если я в темпе буду переходить на другую ветку, то я успеваю прям четко на поезд. Если нет, то ждать следующего. А вот эта ветка, на которую я перехожу, когда я на работу еду, до ней поезда редко. реже дзержинская ветка на ней. Пять минут следующего ждать. Вот. И я сейчас пробежалась успела. Вот. Ну и одну станцию мне, собственно, тут ехать просто уже по этой ветке. И как бы ждать пять минут, когда я за минуту смогу уже быть на своей станции. Вот. Все, иду на работу. Сегодня у меня три клиента. Маникюр с покрытием и два маникюра без покрытия. Вот. Планирую освободиться в 12 часов. Не знаю, как за три часа успеть все это сделать, но я мужу сказала, подъезжай к 12. Я там клиентов так записала. Тык впритык. Первая у меня девочка, которая с покрытием, она делает ньют всегда, работа обязывает. Поэтому я думаю, что я с ней справлюсь за полтора часа. Следующая всегда приходит раньше. У нее маникюр с покрытием. С ней минут 30-40. И потом еще придет. Я через полчаса после второй записала. Еще у меня женщина придет. Она ко мне ходит, как сказать, раз в 2-3 месяца. Тоже возрастная такая женщина делает ньют. Но сейчас сказала на маникюр без покрытия. Я думаю, что гель-лак надела в мае. Сейчас август. Она сказала просто на маникюр. Ну, не знаю, может, на кончиках там еще что осталось. По гель-лаку. В общем, не знаю, посмотрю. Ну и все. И приедет за мной моя делегация попросила их воды мне привезти, пужарочек этот привезти. И поедем сразу отсюда на дачу. Вот. Я такая думаю, блин, а я как бы вот поехала сегодня на работу. Я вообще готова ехать сразу на дачу? Ну, просто обычно они уезжали в пятницу. И я ночевала одна. И то есть я вечером там что-то подсобировалась. Думала, так, зарядку надо не забыть. У меня просто дома зарядка. Блок питания. Быстрая зарядка. Дорогой. Я его покупала за около трех тысяч долларов. А шнур оригинальный. И она у меня очень быстро заряжает. Прямо еще махом за полчаса. Вот. А на работе обычная, китайская зарядка. Она очень долго заряжает. Вот. И я всегда на даче стараюсь брать ту свою из дома. Но иногда забываю, беру с работы. Вот. И уже на пороге сегодня стояла. Думаю, так, зарядку надо взять. Так, я думаю, блин. Ну, как-то, в общем-то, когда дома все, у меня нет ощущения, что я потом поеду на дачу. Ощущение, что я вернусь домой. Поэтому могла что-то и забыть. Там умывашки какие-то. Еще что-то с собой таскаю. Вечно. На дачу. Но в этот раз дочери наказала. Взять. Вот. Так. Вчера я была все равно немножко в расстройствах вообще в целом от того, что происходит. И когда пошла домой, забатонилась, лежала, YouTube смотрела. Вот. А муж потом с работы приехал. Я немножечко как будто бы обижена на него, но в то же время понимаю, что я сама взяла и потащила. Меня никто не просил. Но я не хотела ждать. Он был занят на работе. Я просто уважаю. Вот. Ну хоть же иди что-нибудь пойду кузненького куплю. Я говорю, ничего не хочу. Есть вообще не хочу. Ничего не хочу. Лежу такая в украине. Ну это что-то там. Грибы насолил. Опять очередные грузди. Все кишки мне с ними измотал. Потому что потом грязь кругом. Лежу-лежу потом. Я говорю, ты вообще-то, говорил, в магазин пойдешь? Ой, я мимо ворота прошла. Сегодня в выходной заходить через калитку. Он. Чего ж ничего не надо? Я говорю, ну ты же сказал, что что-нибудь вкусненькое. Короче, пошел. Чего купить? Я. Я ничего не хочу. Ну, короче, у меня вчера заеб. Заеб был. Вот. И, в общем-то, он пошел. Ну давай дыньку куплю. Ну давай там чипсики куплю. Ну давай. Я говорю, я ничего не хочу. Все, я покушу, а я ничего не хочу. В итоге он все равно пошел в магазин, притараканил мне креветки. Ну, мороженое. Я говорю, я не хочу. Я поел. Через полчаса. Ну, где креветки? Короче, он пошел, их отварил. Как отварил? Кипяток, грубо говоря, замочил. Я сожрала полкилограмма в одну каску. Мне было так плохо потом. Вот. Кто-нибудь так умеет? Мне плохо до сих пор. Зачем я это сделала? Ну, сразу все отварила. Сразу все съела, кроме меня. Ну, он две или три съел. Лерни, а он еще королевские большие взял. Короче, миссис. Ужас. Фу, до сих пор у меня этих плохо. Все, девчонки, я на работе. У меня, кстати, есть немножко расходников. Сейчас все покажу. Так, ну что, девочки. Что купила? Что купила? Рубрика, что купила, да? У кого-то недавно видел из девчонок. Рубрика, что купила? Валберес. Забрала Валберес. У меня здесь расходники. Я сейчас старюсь расходниками. У меня с запасом сейчас уже все. И в сентябрь месяц покупок практически не будет. Только по острой необходимости. Так, начнем. Ну, во-первых, пришел боттлгель от Global Fashion. Единичка. Прозрачный. Я еще хочу, конечно же, камуфляжиков набрать. Но пока финансовое положение не позволяет сильно разгуляться. 0,1. Вот он прозрачный. 30 мл. Кстати говоря, выхватила его недорого. Сейчас он почему-то прям подорожал. Вот. Хватает на него надолго, потому что укрепление и выравнивание я делаю не всегда прозрачным. У меня есть в запасе еще какие-то материалы. Дальше вот еще фрезы получила. Я что-то фрез в последнее время поназаказывала себе. Но у меня прям хороший запас. Мне кажется, что до Нового года. Вот такие цилиндры взяла. Это Владмиво. Хотя Владмиво быстрее стираются. И они в растворе иногда, если передержать, то они темнеют. Металл, поэтому лучше КМИС. Ну, вот на ВБшке заказала. Тоже недорого. Три штучки. Так, дальше. Дальше я взяла пилочки, потому что вот они-то у меня заканчиваются. Вот их-то мне до Нового года точно не хватит. Тут, как всегда, подарочки. Баффик. Апельсинка. Всегда приятно. Ну и 100 на 180. Лиса Нейл. Вот, собственно, беру всегда. Что-нибудь выискиваю. По бюджетней. Но отзывы всегда читаю. Отзывы, потому что бывают такие, знаете, мыльные пилки, которые вообще не пилят. Сейчас я одну достану. По абразиву. Хорошая по абразиву. Вполне себе. Хорошие пилочки. Я думаю, хорошо пилят. Так, дальше. Здесь у меня апельсинки. Взяла уже, девочки. Не 100, а 200 штук. Штук. 130 рублей. Обошлись мне 200 штук. В телеграмм скину ссылки все. 200 штук палочки. Да, палочки порезала я. Нормальные, хорошие палочки. Обычные. Светленькие. Гладенькие. Отлично. О, еще оказывается в пилочках две было палочки. Кабара. Не выкинула добро. Ну и девочки, еще взяла перчатки. Перчаток у меня теперь хороший запас. До нового года тоже, конечно же, не хватит. Но на месяца два, я думаю, вполне. По крайней мере, до послеотпуска. Это тоже нитрил, без добавления винила, которые идут с добавлением винила. Я уже говорила, у меня аллергия на них. Вот. На чистый винил нет аллергии, на нитрил нет аллергии, а нитрил и винил есть аллергия. Я беру голубые, потому что они самые бюджетные всегда. Мне цвет не важен, мне важна цена. Мне нужно снизить себестоимость процедуры. Текстурированные на пальчиках, да. Все. Ну да, это нитрил, однозначно. Хорошие перчатки. Единственное, меня смутило в пункте выдачи, что коробочка, видите, очень узенькая. Хотя здесь 100 штук 50 пар. Но, видимо, они очень плотно утрамбованы. Но она как будто бы пошире. Она уже, но вот здесь она пошире. Так что все убираю в запас. На этом все. Вот. Так что расходниками я затарилась. Расходников у меня теперь надолго. Вот. Буду брать по мере необходимости, что у меня может закончиться до отпуска. Топ и база на подложку. Это, наверное, вот единственное. Остальное у меня прямо с хорошим запасом. Вот. У меня там еще в пути идут две базы X-Nail. Но одну из них я, скорее всего, выкупать не буду. Потому что у меня есть этот номер. Я не знаю, почему я заказала. Я по картинке заказывала, а перебрала. У меня есть этот номер. Вот. А, ну да. Слушайте, она эта коробочка шире. А высота меньше. Ой, мой, запасов запасов у меня. Ё-моё. Ну ладно. Вот. Так что вот такие вот покупки у меня. Не знаю, чем буду вас развлекать. Буду рассказывать, раскрывать какие-нибудь темы. Есть у меня идеи, на какие темы поболтать с вами. Поэтому будем развлекаться по-другому. Вот. В последнее время тоже смотрю у девчонок влоги, влоги. И говорят, что монетизацию им урезают. Сильно урезают до нуля. С рекламой проблемы. У меня этих проблем нет. У меня нет ни монетизации, ни рекламы. Поэтому я пока на чистом энтузиазме. Вот. Поэтому пока прекращать снимать не планирую. Я пока это делаю для удовольствия. Как будет дальше, не знаю. Не исключено, что это может надоесть, когда не будет финансовой подпитки. Потому что, ну, как ни прийти, время это отнимает приличненько. Но пока на данном этапе у меня цветка осень тоже. Всё, в принципе, нормально. Поэтому работаем пока. У меня основной источник дохода это мои клиенты, естественно. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если бы YouTube приносил какой-то доход. Но пока нет. Ну, нет так и нет. Ладно. Всё, девочки. Буду готовиться к клиенту. Работать. Работаю. После вам покажу. Если не забуду снять, но я буду стараться не забыть. Нет. Отпуска, можно сказать, не было. Отдыха. 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 Так. Ой. Что ты там увидела? Саринка. Сегодня? Вот только что, блин. Так оно ещё может распухнуть. Вы какие-нибудь антигистаминные выпили? Оно наоборот уже опухнуло какое-то. Там даже вообще я его и не вспомню сейчас. Ну, сейчас как-то, да, вообще не назову. Это какая разница, что сексаук, что сексакал. Всё равно дрова. Девочки, я отработала с мусором. Бегу. Привёз муж с ухожарщи. Сейчас загрузить. Танюшка пока там. Ну, как загрузили. Два-три пакетика, не больше же там. Всё там по одному, но мы их там, которые с врезами раскладываем. Ой, сейчас накопилось у нас, чтобы было чем в понедельник работать. Всё, и-вы-вы. Погнали на дачу. Распугодилось, мне в жилетке жарко. Увидимся на даче. Ой, девочки, как хорошо на даче. Слушайте, вообще, чипсы у нас тут. Ну, и, конечно же, конечно же, пенные напитки, куда без них. Ой, прям вот воздух. Не включай пока косу, я поговорю маленько. В общем, задача у нас сегодня мамина собака. Тут маленькая, щенок ещё. Это русский с паниель. Ей сколько ей? Месяца четыре, наверное, да? Три, четыре. Такая кабанина, но уже, по сравнению с нашей маленькой. Ой, вот приезжаешь, и сразу такое, вот знаете, какая-то идёт... Косу просила, не включай, всё равно выключила. Идёт какое-то отключение. Отключение от обычной жизни. Какая-то перезагрузка. Мозг отдыхает. Просто вот все проблемы сразу забываются. Здесь вот какой-то мирок другой. Кайф. Надо ездить, чтобы понимать, как хорошо головой отдыхать. Вот хотя бы на сутки. Но реально ты от всех проблем вот этих ежедневных отключаешься. И просто отдыхаешь. Всё, можно вообще ничего не делать. У меня план на сегодня выполнен уже ровно за пять минут. Огурцы собраты, кабачки собраты. Выдирать ещё рано что-то. Розы уже второе цветение у них. Путонов много, цветочков мало. Но я вам покажу попозже. Бархатцы продолжают стоять. Вот за что люблю бархатцы, они вот просто всё лето стоят в одной паре. Цветут, не хереют, не отцветают, не сохнут. Вот, что ещё? Астры в этом году не удались, к сожалению. Астры плохи, погибли все. Вот, малины мало было. А что ещё? У нас же ничего сильное нет. Небо красивое. Купаться нет, наверное, жарко. Но я купаться не хочу. Хотя вот солнышко сейчас выглянуло, вообще жарище. Ой, хорошо. Класс вообще. Жаль, что скоро дача закончится на долгий зимний период. Прям грустно от этого. Вот, ладно. Всё, я на качельке. Буду батониться, отдыхать. А позже вам по цветочкам что-нибудь покажу, наверное, ещё. Девочки, а мы уже едим солёные груздочки. Свои, этого года. Ну что, бархатцы мои, всё меня радует. Стоят. Красивые, свежие, засохшие. Ой, не засохшие. Наоборот, только распускаются и распускаются. Вот розочка у меня. Второе цветение. Вот бутончик. Не знаю, увижу я его или нет. У этой розы, вот, я уже их не обрезаю, отцвела она. Больше бутонов пока нет. А вот моя прелесть. Тоже второе цветение. Смотрите. Открытый бутон. Вот сколько бутончиков ещё. Внизу, получается, это уже отцветает она. Вот бутончик. А вот здесь бутончик. Красота. Вот ещё одна розочка. Ну, она такая вот совсем. Кружечные бутончики. Два я отцвела уже. Один вот был. Это мы два, две недели на дальнейшем ездили. Я не увидела, как она цветёт. Вот. Потом белая роза моя второгодка. Бутоны тоже. И эта второгодка белая. Тоже бутоны. Ничего не полола. Убрали дайкон. Убрали речку. Вот они, грядочки. Мои остаются кабачочки. Чуть-чуть собрали. Огурцы собрали. Надо заниматься клубникой, но неохота. И сейчас покажу вам. Вот у меня лилейник. Цвет набрал первый раз. Хосту я срезала всю. И вот, девочки, мой шикарный астр. Ни разу в жизни у меня такого не было, что астрам, ну, как бы им плохо. Видимо, я на это место их ни разу не садила. Видимо, здесь им плохо. Смотрите, они все валяются. Ужас. Мы жарим шашлычок. Вон моя кошечка. Уже в баньку сходили, в бассейн побегали. Боняшка моя. Вот немножко огурцов нам еще порезали. Дайкон мелковатого. Третька хорошая. Собакин тут отдыхает. Собакин тут отдыхает, да, Сонечка моя? А, шашлык. Шашлык снят уже. Стались колбаски. Короче, вот такие дела. Вот. Так что, это я уже с баню вышла, переоделась. Будем сейчас кушать, отдыхать, дышать свежим воздухом. Так грустно, потому что лето заканчивается, впереди очень долгая зима. Но что сделать? Ничего. Главное, что у нас еще есть впереди отпуск. Это я очень рада. Отпуск в тепле. Надеюсь, там будет хорошая погода. Ну, по крайней мере, не такая, как в Сибири. На сегодня все. Спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки, за рекомендации, советы, слова поддержки. Пост вожар не звонили, но я думаю, что не раньше понедельника, потому что выходные. Ладно, все, девчонки, до понедельника. Завтра воскресенье, буду отдыхать. Наверное, выйду теперь к вам в понедельник. Пока-пока, до новых видео. Вкуснота.